Здравствуйте, я Каннет Копланд. Добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Мы доберемся сегодня до этого. Хорошо. Отец, мы благодарим тебя. Спасибо, Господь. Спасибо тебе во имя Иисуса за то, что ты прислал доктора Каролан Лив к нам с Глорией и всем нашим телезрителям по всему миру. Мы так благословлены. Мы открываем наши глаза и наши уши, чтобы принимать. Иисус, ты говорил это снова и снова. Кто имеет уши слышать, дослышит. Что ж, мы имеем уши слышать. Мы берем это. И мы благодарим тебя за это. Мы благословляем тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе поприветствуем доктора Каролайн Лив на этой передаче. Большое спасибо. Мы так хорошо провели время на прошлую неделю. Так здорово. Боже мой, должен сказать вам. После того, как мы закончили запись всех передач прошлой недели, мы поехали вместе обедать. Вам нужно было быть там. Мы общались несколько часов, и это было такое замечательное время. Было так здорово. Я вспоминаю так называемые старые времена. У нас было общение полное евангельских бизнесменов. Да. И Бог открывал всем глаза на законы преуспевания и избытка. И знаете, это было просто... Восторг. И атмосфера была просто заряжена этим. Там была группка нас. Мы пошли вместе в один из дней на завтрак. Это было во время конференции. Да. И я в тот день не проповедовал. И вместе с парой других близких друзей и их женами мы сели за отдельный столик. И мы разговаривали, и разговаривали, и разговаривали. И вы не останавливались? Мы ели завтрак примерно вот так, понимаете? Мы разговаривали. Вскоре снова пришла официантка и спросила, вам предложить обеденное меню? Давайте. Да, нам принесли обеденное меню, и мы продолжали разговаривать. Мы продолжали разговаривать. Официантка снова пришла и спросила, вам предложить меню ужина? Меню ужина? И мы подумали, у нас сегодня вечером служение. Мы вскочили. Это удивительно. Мы просидели там весь день. Оно было настолько насыщенно. И именно так оно было и вчера. Было так здорово. Да. Это было восхитительно. По дороге домой вчера вечером мы не могли остановиться, разговаривая с моими детьми о том, чтобы делать это. Они сказали, мама, эй, 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 мы ее звали, я не могла остановиться. И сегодня хватит, наши уши уже не выдерживают. Слово веры, оно такое. Оно работает в вас. И оно работает, изменяя ваш принцип жизни. И все, что вы видите, все, что вы слышите, фильтруется верой в Бога и Словом Божьим. Иногда оно становится настолько насыщенным. Очень легко представить себе восхищение церкви. Восхищение земли, Божьего народа. Потому что вы всегда всего в одном вдохе от Него. Это всего лишь еще один шаг веры. Да. Такое впечатление, что вы просто всегда прямо там, когда вы обращаетесь к Слову Божьему, и оно освящено и помазано. Это восхитительно. Мне это нравится. Давайте снова откроем наши Библии. На первой главе, второго Тимофея, наше базовое местописание. Если вы только сейчас присоединились к нам, доктор Каролайн Лив является одним из, если не самым выдающимся ученым в мире, изучающим мозг, как нейробиолог, изучающий мозг уже сколько? 30 лет. Да, 30 лет. И она делает все это в первую очередь с точки зрения Слова Божьего. Слова веры. И до того, как она переехала в Соединенные Штаты, они жили в Южной Африке. И в Южной Африке у нас есть офис нашей миссии. Я проповедовал там, в Йоханнесбурге, в церкви Рэма, когда маг ее муж родился свыше. То есть, так или иначе, мы уже давно как-то связаны. Я сказал это, чтобы сказать следующее. У нее есть преимущество перед другими учеными, поскольку она не только рождена свыше, но у нее есть понимание Слова Божьего. И она в первую очередь полагается на Слово Божье. Наука должна согласовываться со Словом Божьим вместо того, чтобы пытаться подгонять Слово Божье под науку. Благодаря этому через Дух Божий пришло откровение. И когда она взяла это откровение из Слова Божьего, которое является истиной, и применила его к Божьему творению, к мозгу, тогда это творение из Слова Божьего начало открывать то, каким Бог сотворил этот мозг. Поэтому эта женщина очень умная, говорю вам. Да, слава Богу, это здорово. Говорю вам, узнавать, как наш мозг работает, и затем начинать обращаться с ним надлежащим образом. Аминь. Вы можете привести его в порядок. Мы будем говорить об этом на этой неделе. Слава Богу. Вы можете привести его в порядок. Аминь. Его можно исправить. Вы можете привести его в порядок. Хорошо. 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам...» Вот это слово «дал». Это слово «дал» здесь. Вернитесь к 6 стиху. «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Итак, послушайте это. Павел говорит о даре Божьем. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия, или здравого ума». Позвольте мне прочитать это с более дословной точки зрения того, как это написано. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но он дал нам дух силы, дух любви и дух здравого ума». Дух Святой — это дух здравого ума. Помните, Писание говорит, «Мы имеем ум Христов». Что это означает? Когда вы встречаете слово «Христос», помните, что мы делаем? Мы останавливаемся, мы переводим и размышляем. Слово «Христос» является греческим переводом еврейского слова «мессия», которое означает «помазаны». Именно помазание снимает бремена и уничтожает ярмо. То есть на нашем уме пребывает то помазание, которое пребывало на уме Иисуса, когда Он ходил по земле, как Сын Человеческий, и которое пребывает на Его уме сейчас. Его помазание, помазание Иисуса, пребывает на нашем уме. Это означает, что снимающие бремена, славная творческая сила Божья, работает в нашем уме и доступна для того, чтобы работать над нашим мозгом. Принося умственное просвещение от Бога. Мы не немного похожи на Иисуса, мы в точности такие же, как Он. Мы рождены от Его Слова, которое является нетленным семенем. Слово Божье. Мы рождены от Слова Божьего. Мы сотворены не только по Его образу, но по Его подобию. Примите это, не спорьте с этим. Примите это. И переходя к этой теме, у нас сложилось такое представление, что с возрастом память становится хуже. Как сказал один идиот, вы поймете, что вы стареете, когда в вас начнет ухудшаться память. Есть три вещи. У вас начинает ухудшаться память, и я не помню, какие были и две остальные вещи. Когда вы говорите, смеетесь, и думаете о подобного рода глупостях, именно из-за этого у вас и возникает проблема. И это не смешно, и это не шутка. Это я поднял эту тему, а люди думают, что это просто юмор. Но это то же самое, что говорить. «Ну, надеюсь, я не попаду под поезд до того, как мы доберемся до дома». Ха-ха-ха. Да, это что-то негативное. Это слова смерти. Это слова смерти. Вы говорите либо слова жизни, либо слова смерти. Нет какой-то серой зоны. Нет серой зоны. Не важно, хочется вам от этого смеяться или плакать, это все равно слова смерти. Это все равно слова смерти. Позвольте мне вставить это здесь, и затем я хочу передать слово вам, чтобы поговорить о библейском принципе, о том, как Бог сотворил это, и что произошло в Слове Божьем. И затем мы посмотрим, что говорит об этом наука, поскольку они во многом согласуются. Они согласуются. Научный факт и научное доказательство во многих случаях — это две разные вещи. Но когда наука согласуется со Словом Божьим, это научная истина. Хорошо. Хорошо. Я хотел прочитать это из пятой главы послания к римлянам. Двенадцатый стих. Римлянам 5, 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Много лет назад, размышляя о тех вещах, о которых мы сейчас говорим, об уме Христовом, о духе, душе, частью которой является ум, о теле, частью которого является мозг, я хотел, чтобы Бог помог мне правильно, верно преподавать здесь истину и понять, как их всех нужно питать. Бог дал пищу для духа, для души и для тела. И я изучал это много лет назад. И затем я натолкнулся на место Писания, которое говорит, «Пусть будут дни их 120 лет». Это такое же Писание, как и «ранами его вы исцелились». И я подумал, «О, что здесь происходит?» И Господь показал мне здесь две вещи. Когда грех вошел в этот мир, структура клетки физического тела была повреждена. Затем, каждые 7-11-12 лет, когда тело полностью обновляет свой клеточный состав, это повреждение в физической клетке с каждым разом понемногу увеличивается. В самом начале, когда продолжительность жизни людей была несколько сотен лет, они не знали, как умирать. Сатане пришлось уговорить человека своими словами довести себя до смерти, потому что, по-другому, он никак не мог его убить. Он не мог просто прийти и убить его. Ему не было позволено это делать. Первоначально власть была именно у человека. Сатана должен был заставить его самого себя убивать. Он должен был научить его тому, как умирать. И это повреждение в структуре клетки увеличивалось и увеличивалось. И затем в пустыне мы видим ограничения до 70 или 80 лет. И они умерли. Те люди говорили, «Мы умрем в этой пустыне, мы умрем в этой пустыне, мы умрем, мы умрем, мы умрем в этой пустыне». И они умерли в той пустыне. И чтобы это не перешло на следующее поколение, Бог отсек всех, кому было 20 лет и больше. Они умерли в той пустыне. Проблема в том, что то проклятие, Иисус взял на себя то проклятие. Он был сделан за нас проклятием. Проклятия больше нет. У проклятия нет никакой силы и власти. Но люди по-прежнему говорят точно так же, как они говорили тогда, в 70 или 80 лет. «Мы умрем, это убивает меня, до смерти напуган, чуть не умер от радости, умирая от любопытства». Смерть и страх настолько засели, что они так и не смогли выбраться из этой ловушки, ограничивающей их 70 или 80 годами, в которой они были из-за токсичного поврежденного мозга. Как это работает с научной точки зрения? Вы проделали отличную работу. Я слушаю вас и думаю, все верно. Вы сами звучите как ученые, понимаете? Да, вы ученые в области Слова Божьего. Вот видите, наука — это просто описание Божьего творения и того, как оно все работает, и она дает представление обо всех его истинах. Вот что такое в действительности наука. Поэтому, в сущности, когда мы становимся старше, наш мозг с возрастом становится лучше. Это пункт номер один. То есть, с возрастом наш мозг предназначен становиться лучше, поскольку что-то добавляется. С возрастом становится лучше. Поэтому, чем больше мы правильно используем наш мозг, тем более умными мы становимся, что нормально, поскольку добавляется все больше и больше знаний, и мы весьма интеллектуальные люди. Но если мы добавляем неправильное знание, знание, которое содержит смерть, тогда, очевидно, мы добавляем слишком много токсичного знания. На прошлой неделе мы говорили о токсичном дереве, что это зона страха, а зону любви представляет здоровое зеленое дерево. Поэтому, если мы принимаем правильные решения, тогда наш мозг будет функционировать так, как он и должен. В противном случае мы будем формировать в нем всю эту токсичность. То есть в буквальном смысле все определяется тем, как ДНК, которое содержится в хромосомах, в которых содержится вся генетическая информация того, как мы функционируем. И гены просто реагируют на сигналы. Но они предназначены Богом реагировать на здоровые сигналы, сигналы жизни. Поэтому, когда мы говорим слова жизни, говорим Слово Божье, они реагируют, и это приносит жизнь в наше тело. А когда мы говорим «Мои туфли убивают меня» и все другие слова смерти, по сути, ваши слова являются результатом чего-то, о чем вы уже думали, потому что вы не можете говорить то, о чем вы прежде еще не думали. Итак, есть что-то, что мы приняли в свой ум. Мы слышим, что говорится в обществе. Мы слышим, что говорится по телевизору, в средствах массовой информации. Мы слышим, что говорят люди, и мы просто принимаем это, и мы думаем об этом. Мы формируем память. Мы насаждаем эти токсичные модели мышления в своем мозге. И как только там оказывается что-то подобное, это приводит к нейродегенерации, поскольку генетический материал не предназначен реагировать на токсичный сигнал. Представим, что токсичный сигнал выглядит так. А здоровый сигнал – как вот такая красивая-красивая волна. И когда вот это достигает клетки, оно проникает в клетку. Сигнал воспринимается клеткой. У каждой клетки в нашем организме есть эти маленькие двери, как в доме есть двери и окна. И на каждой клетке находятся более тысячи так называемых рецепторов, которые являются этими дверями. И каждая из этих дверей предназначена реагировать на конкретное химическое вещество, на поступление кислорода и все остальное. Это целая биохимическая реакция. И при определенных условиях они открываются и закрываются. Сигнал может поступать в клетку на химическом и на электромагнитном и квантовом уровнях. В одном случае эта дверь откроется посредством химического сигнала и закроется, а затем эта дверь откроется посредством квантового сигнала и закроется. То есть, другими словами... И это все для жизни клетки. Это похоже на химический завод, который перерабатывает различные химические вещества для функционирования всего организма. Химические вещества и белки. И мысли, и слова. Это сигналы, которые все запускают. Поэтому то, что вы думаете и то, что вы говорите, является доминирующими сигналами, приводящими в действие клетки вашего организма, поскольку клетка — это всего лишь наименьшая функциональная единица тела, ожидающая, когда ее, так сказать, включат. Например, если в этой комнате темно, и мы не пойдем и не включим свет, он не включится. То же самое можно сказать и про клетки. То есть, клетки ждут, когда мы войдем и включим их. Двери открыты. Когда они реагируют на мысли и слова, а не на... Они реагируют на мысли и слова. И они реагируют на химические вещества. То есть, они реагируют на сигналы. И основным сигналом, на который реагируют клетки, являются ваши мысли, а затем порождаемые этой мыслью слова. Ваши мысли и слова, можно сказать, работают вместе. Также они реагируют на химические вещества, которые образуются в организме. и которые мы вдыхаем. Поэтому то, что мы едим, то, что мы вдыхаем, оно все сосредоточено снаружи клетки. Итак, вот ваша клетка. И внутри нее есть вся эта структура, которая готова отреагировать. И так она готова отреагировать. В 95-99% случаев клетка реагирует на наши мысли. И лишь от 1 до 5% случаев она реагирует на химические вещества, что очень интересно. Как только поступает сигнал, это ваша клетка. Как только сигнал... Итак, вот у нас есть клетка. Внутри нее есть эта структура. Снаружи находится окружающая ее среда. Все. Все. Все, из чего состоит ваша жизнь, находится в каждой из этих клеток. Точно. У нас от 75 до 100 триллионов клеток, и в каждой из них содержится полный набор генетического материала. Это потрясающе. Это даже трудно подсчитать. А снаружи каждой из этих клеток находятся все эти двери. У каждой клетки их порядка тысячи, и они все открываются и закрываются в разное время в ответ на внешние сигналы. Позвольте мне вас спросить, в качестве иллюстрации. Допустим, это жировая клетка. Хорошо. Эта клетка предназначена хранить жир, пока он не понадобится как источник энергии. Гормон в виде сигнала подходит к этой клетке, она открывается, в результате чего этот жир превращается в глюкозу, которая является источником энергии. Мы говорим именно об этом процессе, не так ли? Практически да. Если вашему телу нужно, да. В качестве сигнала может выступать либо гормон, либо что-то другое. И он подходит к этой жировой клетке, открывает ее и заставляет ее делать то, что она должна делать. Да, и у этой клетки более тысячи дверей. Все рецепторы настроены индивидуально на свой конкретный сигнал. Можно я возьму это? Одна из этих дверей будет реагировать на конкретный гормон. Это называется специфичностью клетки. Они не открываются все сразу. В один конкретный момент откроется одна дверь, в другой момент другая, в еще один момент третья. Все зависит от клетки. Это в том случае, если все работает правильно. Правильно. Если все не работает правильно, все эти двери просто выбиваются. Клетка становится уязвимой. Клетка теряет специфичность, которая была предусмотрена Богом. И наступает хаос. Потому что все двери и окна... Представьте, что такое происходит здесь, в вашей студии. Все двери и окна выбиты. Пронеслось торнадо. Вы можете представить, что произойдет? Это то, что мы делаем, когда мы думаем, имея токсичные мысли. Мы в буквальном смысле обрушиваем торнадо на наши клетки, которые выбивают эти двери. И тогда в них может проникнуть что угодно. И вся наша генетическая информация срабатывает негативным образом. Мы формируем эти токсичные мысли, которые являются нейродегенеративными, поскольку они формируются неправильно. По сути, со временем из-за них клетки мозга просто дегенерируют. Поэтому, если мы многие годы негативно реагируем на события и обстоятельства, у нас разовьется болезнь Альцгеймера, слабоумие, что бы там ни было, болезнь Паркинсона или все эти различные заболевания, потому что мы поместили себя в зону риска. И я не буду говорить, что если у вас сердитые и недовольные мысли, вы заболеете болезнью Паркинсона. Никто не знает этой связи. Что мы знаем с точки зрения науки, это то, что каждый раз, когда вы думаете, прокручивая токсичную мысль, и вы не избавляетесь от нее, возникает 75-98% вероятность того, что вы заболеете. И это то, что говорит Писание. Иакова 1, 13-15. Грех возрастает и порождает смерть. Это кажется чем-то ненаучным, но есть эта четкая связь. Если мы не избавляемся от этих мыслей, мы находимся в зоне риска того, что можем заболеть. Размышляйте над моим словом день и ночь. Точно. Вы будете иметь хороший успех. День и ночь. Вы будете преуспевать. Преуспевание там. И во 2-м стихе 3-го Иоанна сказано, «Молюсь превыше всего, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа моя». Преуспевает душа ваша. И частью души является ум, который управляет мозгом. Мозг – это слуга ума. Апостол Павел написал в одном из своих посланий. «Я молюсь, чтобы вы были сделаны целостными. Ваш целый дух, ваше целое душа и ваше целое тело». Дух, душа и тело были сделаны целостными. Тело. Цельные. Люди многие годы думали, что дух и душа – это одно и то же. Нет. Но Писание этого не говорит. Это не так. И теперь мы знаем, что это не так. Это не одно и то же. Это три отдельные. И то видение, которое у вас было много лет назад, о котором мы вчера говорили, об истощенном духе. Если наш ум не делает то, что он должен делать, создавая связь между духовным и физическим, если наша душа не прислушивается к Духу Святому, наш дух не будет возрастать, не будет развиваться. И у нас, как вы говорили, будет откормленная голова и истощенный дух. Наш ум участвует в развитии духа. И наше время подошло к этому. Наше время подошло к этому. Мы вернемся через минуту. Сейчас начинается передача «Победоносный голос». Верующего я, Кеннет Коплан. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе за эту передачу. И вследствие особого содержания этой передачи. И того, что мы были не знакомы с этим, Господь. Мы благодарим тебя за то, что ты открываешь наш ум для понимания. Когда доктор Лив будет вести нас по Слову Божьему и приносить научную истину Слова Божьего в наше мышление. И... О, мы имеем ум Христов. И поэтому у нас есть мозг, который функционирует посредством ума Иисуса. И мы благодарим тебя, Господь. Мы так благодарны. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе поприветствуем доктора Каролайн Лив на этой передаче. Добро пожаловать. Спасибо. Да, Господь, помилуй. Я в таком восторге от всего этого, потому что... Позвольте мне показать вам... Что происходит в научном мире. Писание говорит, что даже начальством и властям, говоря об ангелах Божьих, через церковь соделалась известной мудрость Божья. Тело Иисуса Христа, люди, которые были рождены свыше, переведены в Его Царство, являются теми, кто действует по вере. И откровение Слова Божьего приходит в церковь, и особенно последние 50 лет. Мы живем в эти последние дни, когда оно просто возрастает и расширяется, и мы больше раскрываем Царство Божье. Когда это происходит, когда приходит это помазание, тогда Дух начинает раскрывать определенные вещи в умах ученых, врачей и так далее. И одни из них ухватываются за это и принимают это. Другие просто отвергают, считая это чем-то несуразным. Но оно там. И по мере того, как они возрастают в этом, и они видят многие вещи, большие успехи делает доктор Лив. Она уже впереди них, потому что она ходит в откровении как Слова Божьего, так и науки. И она выдвинула некоторые предположения 25 или 30 лет назад, когда только начинала. И она уже тогда жила словом веры. И когда она выдвинула эти предположения и сказали, нет, 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 это абсурд. Но позже эти предположения оказались верными. Понимаете, вот что происходит, когда рожденный свыше мужчина или женщина, находясь на своем месте в теле Христовом, делает то, что она призвана делать. Тогда благословение Господне, которое в вас и на вас, и помазание, которое в вас и на вас, начинает переливаться через край в том деле, которым вы занимаетесь. Переливаться через край в вашей церкви. Это то, кем мы являемся. Мы представители Царства Божьего. Давайте вернемся к нашему месту Писания. Второе Тимофею, первая глава, седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но духа силы, духа любви и духа здравого ума». Здравый ум — это не ум, управляемый страхом. Здравый ум — это ум, управляемый любовью, управляемый Словом Божьим. Давайте вернемся к книге Иисуса Навина. В первой главе книги Иисуса Навина мы видим Иисуса Навина накануне того, как Ему предстояло перейти через Иордан и вступить в сражение. Восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона или Слово Божье от уст твоих, не говори ничего, кроме Слова Божьего». Итак, задумайтесь над этим. Для того, чтобы говорить Слово Божье, вам нужно думать Словом Божьим. Для того, чтобы формулировать его, чтобы говорить его, вы должны выбирать мысль и думать ее, прокручивая ее, и затем говорить ее. Именно так обновляется ум. В любом случае. Но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Поступать благоразумно. И вот это слово «поучайся» в еврейском языке дословно означает «бармотать». Так, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Нет, 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 нет. В последний раз, когда он там был, речь о Иисусе Навине, в той земле было полно исполинов. Там были высокие стены. Это последнее, что Иисус Навин о ней знал. Никто не вошел, никто не вышел. Это последнее, что он о ней знал. Но мы видим, что после того, как он послал туда Саглидатаев, оказалось, что все изменилось. Все уже было далеко не так. Жившие там люди были в ужасе от мысли о том, что они придут туда, что израильский народ будет там. В свое мышление они уже сдались еще до того, как Иисус Навин пришел туда. Но в его мышлении была картина сорокалетней давности. Если бы Иисус Навин держался за нее, он бы нанес себе поражение еще до того, как перешел через Иордан. Он мог думать только о тех исполинах. Это было последнее, что он там видел. Но Бог сказал, «Нет, нет, 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 нет. Думай о том, о чем я говорю тебе думать». Поэтому этот человек, будучи послушен, вот что я хочу, чтобы вы поняли. Благодаря Слову Божьему и благодаря Божьему наставлению, данному ему, когда он послушался Бога, это позволило ему иметь силу выбора. У него была эта сила. Вы можете изменить то, о чем вы думаете, потому что вы можете сказать, «Я больше не буду об этом думать». Но если вы не рождены свыше, вы не можете этого сделать. В вашем духе нет этой могущественной силы, чтобы не спровергать замыслы и пленять всякое помышление в послушании Христу. Но мы, верующие, и внутри нашего духа есть эта могущественная сила, которая омывает наш ум Словом Божьим, которая управляет мозгом. Откуда вы получили эту могущественную силу? Из Слова Божьего. Отсюда, из Слова Божьего. Да. И веря Ему. И веря Ему. Поступая по Нему. Ставя Его на первое место и делая окончательным авторитетом в своей жизни. Вы будете думать так, говорить так, поступать так, делать так. Слава Богу. Итак, Иисус Навин послушался Бога и Он выбрал думать о том, что сказал Бог. Аминь. Только Он выбрал думать. Он выбрал думать. Он мог выбрать не думать. Он выбрал думать. И это управляло Его памятью. Да. Это управляло Его словами. И, конечно же, благодаря этому в Его мозге были мысли силы. Иисус Навин не был озадачен войной и не был смущен всем этим. Он уже знал, куда Он идет и что Он будет делать. Теперь ваша очередь. Он не мог размышлять о тех исполинах. Нет, нет, не стоит этого делать. Потому что, понимаете, дьявол нарисует вам исполинскую картину. Он покажет вам там огромного исполина и вы начнете думать об этом. Что происходит, когда вы начинаете об этом думать? В своих собственных глазах вы превращаетесь в саранчу. Поэтому народ израильский победили не исполины, а саранча. Да. И мы здесь исполины. Дьявол не исполин. Писание называет его червем. И побежденным червем. Да. Он под нашими ногами. Не имеет никакой силы. То, что он под нашими ногами, означает, что он под нашей властью. Поэтому это имеет отношение к нашей памяти. Это имеет отношение к нашей способности очищать наш мозг от токсичных мыслей. Чтобы он снова был таким, каким он должен быть. Аминь. То есть, мы говорим о дисциплинированном уме. Если подумать, Иисус Навин выбрал дисциплинированный ум. Он выбрал. Он сделал выбор. Но он мог сделать неправильный выбор. Однако он выбрал быть Вадимом Богом, чтобы оказаться в этом положении. Помните суперпозицию? Суперпозиция. Я как раз об этом думал. Он находился в суперпозиции. Я могу думать об исполинах, двигаясь в неправильном направлении. Или же я могу думать о Боге и о Его обетованиях. И когда мы находимся в суперпозиции, Бог в тот момент говорит нам выбрать Его. Быть Вадимом Им. Но мы должны сделать этот выбор. Бог не будет отменять наше решение. Как вы знаете, Дух Святой – джентльмен. Поэтому нам нужна суперпозиция. И мы выбираем. Мы что-то изменяем. И вот что происходит. Когда мы выбираем Божий путь, что показали наши исследования мозга, у меня в голове крутится так много всего, но я приведу один пример, который я знаю, вам понравится. Внутри нашего мозга есть сети, которые предназначены соединяться с Богом. Все, что связано с нашим мозгом, предназначено соединяться с Богом. И когда мы находимся в суперпозиции, мы можем каждые 2-7 секунд, когда мы обрабатываем информацию и готовы сделать выбор, мы можем активировать для этого внутренние сети нашего ума. Поэтому, когда мы выбираем, когда мы находимся в этом состоянии, что мне делать? Мы активируем все эти… Я покажу вам сейчас картинку, которая поможет нам это понять. У нас есть так называемая сеть режима по умолчанию. Внутри нашего мозга у нас есть все эти сети. И все эти сети покрывают сотню структур в нашем мозге. Все эти структуры мозга работают вместе. Это совершенный оркестр, когда дирижер правильно им дирижирует. И Духу Святому в буквальном смысле нужно быть этим дирижером, чтобы организовать его правильную работу. Поэтому, когда мы говорим, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои», мы даем ему эту дирижерскую палочку, чтобы он мог дирижировать нашим оркестром. И когда мы это делаем, наш мозг переключается в так называемый гамма-режим активности. Есть разные виды электрической активности мозга. И, возможно, вы слышали об альфа и бета и тета и обо всех остальных. Гамма — это когда вы находитесь в высшем интеллектуальном состоянии, когда ваш мозг, можно сказать, в суперпозиции. Когда ваш мозг находится в суперпозиции, когда вы переключаетесь в то, чтобы позволять Богу вести вас, когда вы в суперпозиции, когда вы уделяете время тому, чтобы сказать, «Хорошо, Господь, что мне следует делать?» Эти сети включаются. Они играют, как замечательный оркестр. Дирижер делает то, что он должен делать. И мы переключаемся в суперпозицию. Мы переключаемся в гамма-активность. И мы принимаем правильное решение. Интеллектуальная активность нашего мозга максимальна. Мы получаем мудрость. Происходит адекватная доставка кислорода, достаточный выброс нейромедиаторов. Наши клетки реагируют правильно. Правильные сигналы поступают каждый раз по требованию. И мы сотворены так, чтобы делать это каждые 2-7 секунд. Мы сотворены так, чтобы отключаться от внешнего, переключаться на внутреннее и входить в состояние покоя. И это то, что говорят притчи 4-20-22. Обращать внимание на слово, размышлять над словом. Все эти наставления, которые дает нам Бог, чтобы у нас постоянно шел этот внутренний диалог, все это оказывает огромное влияние на мозг. И оно изменяет сигналы, которые передаются по межклеточному пространству. Поэтому, когда божья гамма-активность активирует эти клетки, эти клетки начинают реагировать правильно. Они начинают функционировать надлежащим образом. Они начинают порождать жизнь внутри нашего организма. Мы начинаем строить, формировать сети, которые обладают силой. В таком состоянии никто не может впасть в депрессию. Да, это невозможно. Мы впадаем в депрессию из-за того, что не находимся в этом состоянии, поскольку это все естественно. Поэтому, когда мы это делаем, мы оказываемся в своей модели, потому что мы сотворены по его образу. Это наше нормальное состояние. Наше нормальное состояние — это сверхмощное мышление, принятие хороших решений, когда мы радуемся, несмотря на обстоятельства. Если бы он сидел там и размышлял о тех исполинах, он бы впал в такую депрессию, что не захотел бы утром вставать и куда-то идти. Да. Вы не можете функционировать, потому что вы оказываетесь. Это все начинает подавляться. Эти двери выбиваются. На ваши клетки обрушиваются торнадо. Ваш организм начинает давать сбой. Это происходит мгновенно. Быстрее, чем вы успеваете подумать. Каждая из этих клеток оказывается под воздействием каждой из ваших тассичных мыслей. Поэтому, когда мы выбираем Бога, прямо от престола благодати приходит эта гамма-активность, наполняет наш организм. И Бог что-то делает со многими вещами, которые мы сделали в прошлом, чтобы мы фактически продолжали жить. Знаете, исследования показывают, что когда вы размышляете над Словом Божьим, а не над тем, над чем размышляют, скажем, в других религиях, когда вы размышляете над Словом Божьим, когда вы молитесь, ваш мозг в считанные секунды переключается в этот суперрежим. И это приносит здоровье, жизнь, долголетие, исцеление и изменение. Ваш мозг выглядит по-другому, когда вы размышляете над Словом Божьим, чем тогда, когда вы размышляете над чем-то негативным или просто произвольным. Если вы, как это делается, например, в других религиях медитируете, размышляете о чем-то другом, например, о мире или еще о чем-то, это будет иметь хороший эффект в вашем мозге. Но это несравнимо с тем, когда вы размышляете над Словом Божьим. Да, потому что их дух не вовлекается. Да, это что-то очень интеллектуальное, очень душевное, а мы были возрождены. Наш дух родился свыше. Поэтому наш ум предназначен быть Вадимом Духом Святым. В нашем духовном человеке у нас есть наша интуиция, где Дух Святой излагает истину. Поэтому, когда наш ум выбирает, как сделал Иисус Навин, соединиться с интуицией, тогда мы позволяем Духу Святому вести нас. Мы позволяем не человеку вести нас. Мы позволяем не этому миру вести нас. Мы позволяем Духу Святому вести нас. И чем больше я занимаюсь научной деятельностью, тем больше я понимаю, что мы должны жить совершенно по-другому. Это совершенно другой образ жизни. И он настолько надежный, потому что наш мозг предназначен для этого. Другими словами, мы должны осознавать, что мы предназначены 24 часа в сутки разговаривать с Богом, когда спим, когда ложимся спать, в течение дня, когда в каждой ситуации мы говорим, «Дайте-ка я посмотрю на это со стороны и спрошу у Бога». И люди скажут, что это нереально. Но это реально. Это наша модель, потому что, когда вы это делаете, вы счастливый и спокойный человек. Это есть плод. Есть тому подтверждение. Вы начинаете функционировать по-другому. Ваши глаза сияют по-другому. Ваша кожа выглядит по-другому. Есть эта изысканность. Людей тянет к вам. Бог смотрит на намерение сердца. И намерение сердца, ум и намерение, каким бы оно ни было, это наши отношения. Это хорошее намерение. У здоровой мысли хорошее намерение. Поэтому Бог смотрит на это хорошее намерение. Всё в нашем организме сводится к выработке энергии. Это не какие-то причуды, это наука. И если я нахожусь в хорошем душевном состоянии, если я в этой гамме активности, я вырабатываю энергию, которая исходит от престола благодати. Я проявляю его любовь. Она физически изливается из меня, что через меня привлекает людей к Богу. Но если у меня негативное, токсичное, капризное и плохое отношение, я критикую и осуждаю, у меня неприятное и недовольное выражение лица, я негативна. И если с вами что-то случается, я распускаю сплетни и пытаюсь всё перекрутить, никто не захочет быть рядом со мной, потому что я вырабатываю этот искажённый сигнал, который достигает вашего тела. И мы интуитивно знаем, что это не то, с чем мы должны соединяться. Это не то, для чего мы предназначены. Мы предназначены быть соединёнными со Христом. И произведённые нашими учёными лабораторные исследования показывают, что те люди, которые размышляют над Словом Божьим, отличаются от тех, кто просто размышляет о чём бы то ни было. Это то, что мы делали, когда начали слышать об этом. Мы увидели это местописание, и мы решили, что именно это мы и будем делать. Именно это мы и будем делать. Размышлять над Словом Божьим. День и ночь. День и ночь. День и ночь. И мы это делали. И это изменило всё в нашей жизни. Это по-прежнему работает. Вера. Невозможно угодить Богу без веры. Без веры. Это известный из Писания факт. Да. Почему? Почему вера так важна? Она является духовной связью с Богом. С Ним. А Он всё. А Он сделал всё для нас. И мы должны были быть такими же, как Он. Такими же. Такими же сильными, как Он. Такими же замечательными, как Он. Во всех сферах жизни. Он говорит нам, стремитесь к совершенству, как Он совершенен. Это повеление. Стремитесь к совершенству, как Он совершенен. Обычно нам хочется... Но вы не можете одновременно ходить и в страхе, и в вере. Вы можете выбрать веру. И даже несмотря на то, что страх пытается проявлять себя, у вас могут дрожать колени. Но вы можете встать и сказать, я отказываюсь бояться. Мой Бог любит меня. Во имя Иисуса совершенная любовь изгоняет страх. Я отказываюсь следовать тем путём. И когда вы это делаете, всё меняется. Но для того, чтобы к этому прийти, требуется дисциплинированный ум. Когда Келли тогда оказалась в той ситуации с Линдси, или когда вам сообщают что-то по телефону, что бы там ни было, вы не можете это сделать, если вы не насаждали это. Вот почему написанное в Иакова 1.21 имеет такую силу, насаждаемое слово. Иакова спасёт вашу душу. Когда вы оказываетесь в такой ситуации, вы хотите, чтобы из вашего подсознания в ваше сознание всплывало то хорошее, что вы насадили. Поэтому нам нужно это. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы должны ежедневно уделять время, чтобы читать Библию, а не просто прочитать её один раз. Мы не рады ожидаться, когда у вас возникнут проблемы. Совершенно верно. Вы учили нас этому многие годы, ежедневно проводить время в Слове Божьем. Аминь. Да. И опять-таки, вера является здесь ключевым аспектом. Ключевым. Поскольку она связующая звено со всем. Это всё духовные силы. Потому что всё было сотворено Богом, который есть Дух. Итак, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вера высвобождается, когда вы верите в это в своём сердце и говорите это своими устами. Весь этот процесс управляется мыслями. И это дисциплинированное управление. И в это вовлечён фактор времени. Да. Да, потому что есть некоторые вещи, которые вы говорите даже не задумываясь. Потому что вы уже развили привычку говорить, не думая об этом. Но это всё же там. Эти мысли всё же есть там. Вы не обращаете на них никакого внимания. Но когда вы берёте какую-то мысль, вы выбираете какую-то мысль и говорите её, Бог сказал «Мои мысли выше мыслей ваших, Мои пути выше путей ваших». И затем Он сказал «Моё слово выходит из моих уст». То, о чём я думаю, и то, какой я есть в этом слове. Поэтому это единственное, чему вы можете доверять. Это единственное, заслуживающее доверие мысли. Это гамма-луч, который посылается и избавляет вас от всех этих токсичных плодов. Поэтому, когда вы произносите это над собой, происходит хирургическое вмешательство от престола благодати, очищающее и приводящее всё в порядок. Но вы должны сотрудничать с ним. Настоящая мойка. Настоящая мойка мозга. Да, потому что мы омыты водой Слова Божьего. Слава Богу. И кровь Иисуса уже была пролита. Поэтому нам больше не нужно проливать кровь. Аминь. Поэтому... То есть, когда я начинаю принимать мысль, я беру эту мысль и я говорю её. Беру и говорю её. Вы проходите через определённый процесс, и именно в этом и феноменальна наука. Возможно, на другой передаче мы сможем поговорить о том, что вы делаете уже много лет. Я опишу это вам. Я опишу вам, как это принятие мысли вовлечено в время. Когда вы берёте эту мысль и говорите её... Вы берёте эту мысль и говорите её... Берёте эту мысль и говорите её... Берёте и говорите её... Вы берёте эту мысль и говорите её... Я потом смогу говорить это, не беря эту мысль. Она стала вашей мысль. Вы уже будете брать эту мысль отсюда. Да. Она будет подниматься и выходить из моих уст. И в таком случае она выходит с верой. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Кто-то видит... О, нет. Посмотрите на экономику. Он берет эту мысль, и он говорит ее. Он берет эту мысль, и он говорит ее. Он берет эту мысль, и он говорит ее. Банкротство. Вошел страх. И страх поднимается. И по мере того, как страх поднимается, в конце концов, он начнет выходить из его уст. Так что ему даже не нужно будет об этом думать. И в таком случае эти слова будут наполнены силой страха. И они приведут это в его жизнь. Абсолютно одинаково. Да. Да, потому что одна из них является истинной, другая искаженная истинной. Итак, я беру мысль и говорю ее. 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 И... Вместо того, чтобы говорить, ой, я должен быть чем-то заболеваю. Нет. До вас доходит, о, ранами его я исцелен. И когда это вышло из вас, оно вышло наполненное верой. И когда оно выходит наполненной верой, оно обладает созидательной силой. Аминь. Аминь. Да. Аллилуйя. Да. И когда вы все это делаете, проходите через весь этот процесс, знаете, что происходит? Ваш мозг очищается, и он исцеляется. Обновляется. И он становится здоровым, и ваш ум обновляется. И вы становитесь настолько старыми, что уже даже старые люди называют вас старым. Но у вас по-прежнему есть ваша память, ваши зубы и ваши волосы. Слава Богу. Не уходите, мы вернемся через минуту. Победоносный голос верующего. И мы благодарим тебя за это. Мы принимаем его прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Присоединяйтесь ко мне сегодня снова. Мы с Глори просто наслаждаемся доктором Кэролайн Лифф. Мы наслаждаемся этими передачами. И вчера, после того, как мы закончили запись, мы вместе обедали. И мы обедали, и обедали, и обедали, и мы разговаривали, и разговаривали, и разговаривали. Это настолько удивительно видеть, как Слово Божие подтверждается в научной сфере. Потому что мы с вами знаем, что шла большая борьба между учеными и Библией. И они только сейчас нагоняют Слово Божье. Но эта женщина, возможно, является самым выдающимся нейробиологом в мире. И все потому, что она, уже более 30 лет, исполнена Духом Божьим, живет и ходит верой. Она начала эти исследования, основываясь на вере и исходя из того, что Слово Божье является истиной. И откровение Слова Божьего нашло научное подтверждение. Так что теперь это научная истина. Это не просто научные факты, это научная истина. И это так здорово, когда вы проникаете туда и видите, что на самом деле происходит внутри. Вы прокручиваете в голове какую-то мысль. Что происходит с этой мыслью? Что она делает? Повреждает ли она мозг? Я не сказал это, как шутку. Токсичные мысли на самом деле физически повреждают мозг. Я узнал это от нее. Слава Богу, у меня это прозвучало хорошо. Прозвучало хорошо. Давайте вернемся к нашему месту Писания. И давайте снова поприветствуем Кэролайн на этой передаче. Спасибо, я так рада быть здесь. Первая глава. Второго Тимофея. Это наше базовое местописание для этих передач. Седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но духа силы, духа любви и духа здравого ума». Итак, заметьте, здравый ум – это ум любви. Здравый ум – от силы Божьей. Аминь. Если ваш ум управляется и контролируется страхом, он не является здравым. Он не может быть таковым. Он изначально не был сотворен для того, чтобы в нем была эта искаженная духовная сила. Она повреждает его. Давайте откроем сейчас 12 главу Римлянам. На прошлой передаче мы говорили об этом процессе. Я хотел бы снова вернуться к этому. И затем вы покажете нам, что происходит. Потому что это то, что мы делаем многие годы. Это то, что Бог научил нас делать. Бог сказал, «Мои пути выше пути ваших, мои мысли выше мыслей ваших». Но мое слово исходит из моих уст. И затем Писание говорит, «Эй, глупец!» Оно говорит, «Мудрость взывает на улицах, «Эй, глупец!» Как долго ты будешь оставаться глупым!» В еврейском оригинале там так дословно и говорится «глупец». И как долго ты будешь оставаться таковым? Я даю тебе свою мудрость!» И теперь, 12 глава Римлянам. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. И ваш мозг является частью вашего тела. В жертву живую» – это то, что Бог говорит о вашем теле и вашем мозге. «Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В его глазах оно уже святое, и оно уже благоугодное. И все, что вам нужно сделать, это предложить его. И вам нужно быть очень конкретными насчет этого. Не подходите к этому несерьезно. Совершите хлебопреломление. Сядьте перед ним и скажите «это тело принадлежит тебе. Ты купил его, ты заплатил за него, и ты позволил ему быть моим жилищем. И во имя Господа Иисуса Христа я вижу здесь, что в твоих глазах оно святое и благоугодное, и я отдаю его тебе, Господь. Я в твоем распоряжении». И с этого момента я думаю, имея твои мысли, я думаю, опираясь на твое слово. И заметьте, что происходит. «Не сообразуйтесь». Слово «сообразовываться» означает «приобрести какую-то форму». Это подобно тому, как специальный пресс штампует. Например, крылья автомобиля, которые выходят из-под него одно за другим. Не сообразуйтесь с веком сим. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И вчера мы говорили о том, что вот это мысли Божьи. Это пути Божьи. Это мысли и пути, которые выше. Но мы были рождены свыше от семени этого слова. У нас есть способность принимать его. И Бог поработал со мной много-много-много лет назад, когда я сквернословил до того, как родился свыше. И знаете, Глория говорила, «Я больше никогда не покажусь с тобой снова на людях». Я спрашивал, почему? Ты же не будешь повторять это? Я спросил, почему? Она сказала, «Потому что ты сквернословишь». Я спросил, «Черт, что я сказал?» Я даже не слышал этого. Я не слышал этого, когда говорил это. Я говорил эти слова, даже не задумываясь о них, потому что мое сердце было наполнено ими. И от избытка сердца говорят уста. Это идет в обход. Эти мысли были там, но мне не нужно было выбирать этих, они выходили из моих уст, они были наполнены страхом и всей этой жизнью. Но я родился свыше. И на протяжении нескольких дней у меня было такое ощущение, что у меня во рту был кирпич. Бог очистил мои уста. О, я был так рад, что моя жена снова выйдет со мной на люди. Это было так замечательно. И то же самое происходит с фразами, «О, я до смерти испугался», «Я боюсь этого», «Боюсь, что да», «Боюсь, что нет». Все эти мысли страха вредят вашему мозгу. Но я не имел это в виду. Не имеет никакого значения, что вы имели в виду. Вы сказали это. То есть для того, чтобы вы сказали это, эта мысль должна быть у вас где-то там, потому что вы не можете говорить, не имея соответствующих мыслей. И вот это единственные мысли, которым вы можете доверять. Это единственный источник мыслей, которому вы можете доверять. Ранами его вы исцелились. Вы берете мысль, и вы говорите ее. Вы выбираете эту мысль, и вы говорите ее. Иисус сказал, «Зачем вы принимаете мысль, говоря?» Именно так вы ее принимаете. Вы берете ее, вы думаете о ней, и вы говорите ее. Вы берете ее, вы думаете о ней, и вы говорите ее. Вы целенаправленно принимаете это решение. Это мое. Это мое. Это мое. Я представил свое тело в жертву живую. Я сделал это. Это мое. И вы продолжаете, продолжаете, продолжаете делать это. Вы храните это слово у себя перед глазами. Вы преклоняете к нему свое ухо, и вы видите его. Вы говорите его. И вы размышляете над ним день и ночь. И придет время, и вскоре, буквально через минуту мы узнаем, как оно на самом деле работает. Весь этот механизм. И в один прекрасный день вы скажете, слава Богу, ранами его я исцелился. И когда вы это скажете, эти слова будут полны веры. Вера приходит от слышания, от слышания, от слова Божьего. Вера постоянно приходит. Но когда она начинает переливаться через край, она просто выстреливает из ваших уст. И дойдет до того, что из вас будет выходить именно это, а не что-то другое. Когда посреди ночи вы ударите свой палец на ноге, вместо того, чтобы закричать, проклятие, вы закричите, Иисус! Это то, что будет внутри вас. Это обновление ума. Это то, что у вас. Да. Обновление ума. Угадайте, как мы об этом узнали? Да. Как-то ночью я сломал на ноге палец. Споткнулся в большую старую зеленую атаманку. Она стояла на зале. Услышал «бам!» И я закричал «Иисус! Слава Богу, я принимаю свое исцеление!» Отлично. Когда я медленно переставил ноги, в конце концов я лег спать, на следующее утро я проснулся. И такое впечатление, что дьявол стоял надо мной, когда я открыл глаза, чтобы сказать «Эй, почему бы тебе не проверить и не посмотреть, исцелен ли ты?» Да. Мне не нужно проверять и смотреть, истинно ли Слово Божие. Он уже был истинен. Мой палец не является основанием. Вера является основанием. Это просто пространственное временное измерение. Да. Мое дело принять это, верить в это и говорить это, и в процессе принять это. И я сказал «Нет, благодарение Богу, я исцелен». И я сел на кровать. Я закрыл глаза, потянулся и достал из ящика комода носки. И я не смотрел на свой палец, чтобы проверить его. Я сидел на кровати, и я начал надевать на ту ногу носок. И я услышал это. Это был дьявол. Я услышал его. «Почему бы тебе не посмотреть на свой палец? Он синий и черный». Я подумал, а какая разница? У меня есть очень близкие друзья, у которых все пальцы черные. Я имею в виду, какая разница. Потому что он просто не может этого выдержать, когда вы бросаете это ему в лицо. Смеетесь над ним. Это было что-то в то утро, могу сказать вам. Поэтому я закрыл глаза. Надел носок. Вышел из спальни и сказал «Глори, я еду в аэропорт, у меня встреча с мистером Спинксом». Я сел в машину и поехал в аэропорт. Я зашел туда. И когда я наступал этой ногой, я чуть ли не вполз туда. И девушка, сидевшая за стойкой, спросила «Что случилось?» Я сказал «Около двух часов ночи я споткнулся и сломал на ноге один из пальцев». Но, знаете, Иисус сказал, когда был на этой земле, что «Все, чего я не буду просить молитвы, я должен верить, что получаю это, и будет мне, и я хочу, чтобы вы знали, что я исцелен во имя Иисуса». К тому времени, как я закончил говорить это, она уже убежала куда-то. Я просто стоял там. Стоял там. Говоря? Я встретился с тем человеком, вышел оттуда и сел в машину. Тот самолет, который я собирался посмотреть, стоял на другой стороне. Я подъехал к нему, и я прославлял Бога, и прославлял Бога, потому что это было внутри меня. Так что мне даже не нужно было об этом думать. Это просто выходило из меня. Это просто выходило. И когда я вышел из машины и начал идти, я заметил «Слава Богу, палец совершенно здоров». Боже мой, разве это неудивительно? Разве это неудивительно? Это просто удивительно, слава Богу. И теперь вы расскажите мне механику этого. Что произошло, что вы сделали? Что я сделал? Хорошо. Вот эти слова «хвала Иисусу», которые сразу же тогда вышли из вас, это память, которую вы довели до автоматизма. То есть, говоря научным языком, формирование привычки — это доведение чего-то до автоматизма. И доведение до автоматизма означает, что мы делаем именно то, что вы описывали. И это занимает определенный период времени. И я хотела бы объяснить этот факт времени, чтобы показать вам, почему оно все дисциплинировано, упорядочено, не что-то хаотичное, случайное, что можно сделать раз, и оно будет работать. Слышание, от которого приходит вера, — это процесс. Научные исследования показывают, что когда вы читаете писание, возьмем, к примеру, писание. Когда вы читаете какое-то местописание, и это все, что вы на данный момент делаете, когда вы читаете это местописание, у вас формируется временная память. Временная память будет формироваться в вашем мозге в виде маленькой белковой ветки с химическими веществами. Это то, что мы называем кратковременной памятью? Да. Кратковременная память. Временная память. Кратковременная память. Итак, это кратковременная память. Хорошо. И вот, например, у нас здесь есть нейрон. Нейрон в мозге. В мозге есть пример на 100 миллиардов нейронов. 20% от всех клеток мозга представлены нейронами. Остальные 80% представлены другими видами клеток. Наша память или наши мысли формируются именно благодаря нейронам. Часть вот этой маленькой елки наверху и есть память. Так выглядят наши мысли. Наши мысли и память. Это то, что мы формируем. И вы можете видеть все эти маленькие ветки, отростки, которые называются дендритами. Это то, что мы добавляем. То есть вы увеличиваете число дендритов, и она становится больше и более сложной. Память увеличивается благодаря появлению новых веток. Да. Поэтому чем больше раз вы его читаете, чем больше вы о нем думаете, тем все больше и больше веток вы добавляете. И каждый раз, когда вы снова смотрите на это местописание, оно снова поднимается, и вы добавляете все больше и больше веток. Поскольку у вас был опыт, эта ситуация с больным пальцем добавилась к существующей памяти, которую вы сформировали, а именно к тому, что ваш Бог исцелит вас. Поэтому у вас есть очень сильная зеленая здоровая память, которые продолжают добавляться все больше, больше и больше. Ваш мозг всегда следует за вашим умом. О чем вы думаете, то и будет расти. Но в это вовлечен определенный процесс. У нейрона есть еще один длинный отроста, который называется аксоном. Все вот эти трубочки, так называемые микротрубочки, это различные химические вещества. И я хочу показать вам здесь вот этот контакт. Видите вот эту небольшую щель? И в ней эти маленькие пузырьки. И вот эту полоску. Итак, это маленькие двери. И эти двери называются рецепторами. Они находятся снаружи клетки, и мы говорили о них на прошлой передаче. И эти маленькие двери, они выглядят примерно так. Вот один нейрон встречается с другим нейроном. Между ними образуется область контакта, которая называется синапсом. Поэтому синапс – это область контакта. Вот эти маленькие красные шарики – это различные химические вещества. Их очень много. Габа, серотонин, дофамин и другие различные нейромедиаторы, участвующие в процессе формирования памяти и мышления. И сейчас в нашем мозге вот здесь столько всего происходит, где у нас формируется временная память. Формирование временной или кратковременной памяти происходит в синапсе. И вот этот маленький растущий отросток или ветка – это дендрит. Один из них. Чтобы было понятнее, я нарисовала только один дендрит. И временная память формируется в дендрите. Временная или кратковременная память сохраняется от 24 до 48 часов. Если я больше не буду ничего делать с этим местом писания, не буду снова читать его и говорить его, и читать его и говорить его, и думать, и спрашивать, обсуждать, действительно грызть его, как собака каждый день грызет кост, то в течение 24 часов эти связи распадутся и испарятся, денатурируются. Говоря научным языком, структура белка денатурируется. Она просто пшшш, ее нет. Но если я продолжу делать это и на третий день, я буду продолжать читать это местописание, продолжать размышлять над этим, продолжать разговаривать об этом с Богом, продолжать этот внутренний диалог, как минимум в течение 7 минут, то на третий день это начинает производить изменения в ядре клетки. Вот ядро клетки. И теперь что-то начинает изменяться вот здесь. Восвобождаются определенные белки, группа белков, и они похожи на маленьких пуделей. Мы называем их нано-пуделями. Это группа белков, которые высвобождаются только на третий день. Поэтому представьте себе этого маленького милого пуделя. Французского пуделя с маленькими белыми лапками. Вы знаете, как обычно стригут французского пуделя. Это смешная аналогия, но так вам будет легче это понять. Вам нужны эти пудели. Если эти пудели не будут активированы, у вас не сформируется долговременная память. Для того, чтобы кратковременная память перешла в долговременную память, на третий день, когда мы снова читаем это местописание, мы активируем в своем мозге огромное количество этих нано-пуделей. Не одного, а много. Затем эти нано-пудели должны гулять. Каждый день вы должны выводить нано-пуделя на прогулку. И вы должны выгуливать его как минимум 7 минут в день. И на протяжении как минимум 21 дня. И каждый день, когда этот нано-пудель гуляет, он гуляет внутри вот этих микротрубочек. И в каждой сети, в каждом нейроне, по сути, в каждой сети 10 миллионов микротрубочек. А их в мозге 100 миллиардов. И ваш мозг вот такого размера. Цифры просто впечатляющие, как Бог все сотворил. Эта структура настолько феноменальна. И нам нужно, чтобы эти маленькие пудели в буквальном смысле гуляли по этим микротрубочкам. Внутри этих микротрубочек есть маленькие дорожки, по которым гуляют эти маленькие пудели. И когда они гуляют, они откладывают информацию, которая превращается в квантовый спин. И она в буквальном смысле откладывается. И когда вы на следующий день выгуливаете его 7 минут, если вы не выгуливаете его 7 минут, она не отложится правильно. На следующий день опять 7 минут. Через 21 день у вас фактически формируется память, которая находится в вашем мозге. Это то, что происходит внутри. Снаружи, если вы посмотрите, как формируется ваша память, эти маленькие ветки – это множество дендритов. Вот лишь один из них. Изменяется структура дендрита. И на 7 день снаружи появляется что-то вроде шишки. То есть до этого все происходило внутри. Но вдруг снаружи появляется шишка. Это означает, что происходят изменения. Но этого недостаточно. Если я на этом остановлюсь, это все еще может испариться. Я могу забыть это. Это не изменит мою жизнь. Если же я дохожу до 14 дня, эта шишка приобретает форму леденца на палочке. Если я дохожу до 21 дня, она приобретает форму гриба. Только когда снаружи моих дендритов эти шишки приобретают форму гриба, только когда они приобретают форму гриба, только тогда я уже достаточно выгулила моих пуделей, чтобы сформировать долговременную память. Вот я сформировала ее. Я понимаю это. У меня есть хорошее маленькое зеленое дерево. Это новая маленькая память. Теперь я должна практиковаться, используя ее. И это по 7 минут в день на протяжении 21 дня. Я называю это 21-дневной детоксикацией. Весь этот процесс описан в моих книгах. Итак, теперь у меня есть эта замечательная память, но я хочу, чтобы это стало привычкой. Я хочу, чтобы это местописание вырывалось из моих уст, когда я ударяю свой палец. А для этого я должна практиковать использовать его в своей жизни как минимум 7 раз в день. Говорите его, цитируйте его, переживайте его. Не делайте это просто механически. Спрашивайте, «Господь, что это для меня означает?» Это настоящий внутренний диалог с Богом. Вот где подключается размышление. Вы не просто говорите, это разговор, это отношение. И делая это 7 раз в день, вы практикуете это на протяжении еще двух циклов по 21 день. То есть еще 42 дня вы осознанно практикуете использование этого нового местописания или нового образа мышления, или какого-либо нового знания. И вы приходите к 63 дню. На 63 день эта привычка доведена до автоматизма. Теперь эта мысль будет посеяна в подсознании. И когда вы ударяете свой палец, она всплывает оттуда. О чем бы вы ни думали, если вы уделяете время и дисциплинированно насаждаете, сперва на протяжении 21 дня вам нужно растить это. Но затем вам нужно довести это до автоматизма, что занимает еще минимум 42 дня. И за 63 дня вы создаете что-то, что вы можете использовать, что доступно, что будет всплывать из подсознания, когда оно вам понадобится. И затем каждый раз, когда вам нужно, вы говорите это, вы делаете это более сильным, оно становится еще сильнее. То есть в следующий раз это будет наполнено еще большей верой, и еще большей верой, либо в правильном, либо в неправильном направлении. И это работает как в отношении чего-то позитивного, так и в отношении негативного. Это называется пластическим парадоксом в мозге, когда вы можете делать это как с чем-то позитивным, так и негативным. Происходит тот же самый процесс, за исключением того, что когда вы делаете это с чем-то негативным, Эти маленькие пудели гуляют неправильно. Вместо того, чтобы выводить их на прогулку, мы бьем их. Неправильный сигнал. Мы не кормим их. Поэтому это несчастные, нездоровые пудели, нездоровые белки. Формируется нездоровая память. И в конечном итоге эта память разрушается. И это приводит к болезни Альцгеймера, слабоумию, нездоровью, воспалению, раку. Оно производит разрушение в нашем мозге и в нашем теле, потому что наш мозг управляет нашим телом. Позвольте мне вставить это здесь. У нас осталась буквально минута. Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. Ум находится в душе. Душе. До разделения души и духа, составов... И мозгов. И мозгов. И... Вот что я хотел здесь ставить. И судит помышления и намерения сердечные. Вот оно, намерение мысли. Итак, Ваша душа функционирует и использует мозг. Как в местилище. И по мере того, как она это делает, вы берете мысль и говорите ее. И особенно та часть, которая связана с говорением. В ваших устах Слово Божье, Его Слово, которое наполнено Его ДНК, Его жизнью. Иисус сказал, Мои слова, это жизнь и дух. И это входит в мое существо, во внутреннего человека, где находится вера, где находится любовь, радость, мир. Да. И все остальные духовные силы, сверхъестественные силы Божьи. И когда оно растворяется верой и выходит из ваших уст, оно является созидательным. Изменяя все. Созидательным. Оно является созидательным. И ваш дух, сила. Сила и тело. Вместе. Работают как одно сверхъестественное целое. Которое выглядит, звучит и получает те же самые результаты Иисуса. Да. И это то, для чего мы предназначены. Это то, чему я пытаюсь учить. Это основная цель того, чему я пытаюсь учить людей. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся. И мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, спасибо тебе. Мы прославляем тебя, мы благодарим тебя, и мы поклоняемся тебе. Мы открываем свое сердце в послушании тебе, Господь Иисус. Ты сказал, «Если кто имеет уши слышать, да слышит, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду, и мы слышим тебя, Господь. Мы открываем свои уши и свое сердце для откровения с небес. Мы алчим и жаждем твоих исцеляющих вод, которые текут, и праведности Божией. И мы наполнены во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Доктор Кэролайн Лив, спасибо вам за то, что вы приехали и делитесь всем этим со всеми нашими телезрителями по всему миру. Это настолько потрясающая информация. И давайте снова откроем наши Библии на первой главе 2 Тимофея. Это настолько позволяет видеть в этом совершенную волю Божью. 2 Тимофея. 1 глава. 7 стих. Мы можем видеть в этом совершенную волю Божьим. Ибо дал нам Бог духа небоязни. Ну, знаете, брат Копланд, небольшой страх может быть даже полезен для здоровья. Нет, нет. В нем нет ничего полезного для здоровья. Он из ада. Это искаженная вера. Дух страха – это дух смерти. И страх подключает вас к духу страха. Точно так же, как вера подключает вас к духу Божьему. Поэтому в страхе нет ничего хорошего. Утвердите это для себя сейчас из Слова Божьего. Мне не важно, что говорит ваш психиатр, психолог, от кого бы вы это не слышали, даже если это всю жизнь говорила вам ваша мама. Пусть Бог ее благословит, но она ошибалась. Итак, нам нужно обратиться к Слову Божьему. Бог дал нам духа не страха, но духа силы, духа любви и духа здравого ума. И затем вы приходите к 13 стиху, в котором говорится «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Аминь. Я был настолько удивлен, когда впервые начал изучать вашу работу, особенно «Как включить свой мозг». Я читал вашу книгу, и я был удивлен, когда увидел то воздействие, которое оказывает мысли, что наш мозг создан для любви, силы и веры, любви, силы и здравости. Веры. Здравости. Здравые слова веры во Христе Иисусе. Именно так он и был создан функционировать. Он не был создан обращаться со всем этим другим. Ни один человек не был создан способным обращаться с грехом. Да. Мы сотворены по образу Божьему, поэтому зачем? И затем это искажение. Когда вы видите, как он на самом деле работает, когда ваше мышление крутится, токсичные мысли, вы фактически повреждаете свой мозг. Давайте обратимся. Я хочу прочитать два места Писания. Если вы хотите открыть их, откройте их оба в своей Библии. Первое, это 102-й Псалом. Мы сначала посмотрим его, и затем мы обратимся к 16-й главе Евангелия от Луки. Поэтому откройте оба этих места Писания. Давайте обратимся к 102-му Псалму. Благослови, душа моя, Господа. Позвольте мне вам здесь напомнить. Бог сотворил человека и благословил их, сказав, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней. Все, что летает, плавает и ползает, у вас есть полное владычество над всем этим. И жизнь, и смерть во власти вашего языка. Хорошо. И вот эта сила благословения, это та же самая сила, которую использовал Бог, чтобы сотворить все материальное. И когда мы родились выше, семя благословения Авраама является тем же самым благословением, которое пребывало на Адаме. Иисус вернул его, но изначально оно пребывало на Адаме, и затем Иисус ходил в нем и проповедовал его. Это было благословение Божьей, слава Божией, которое воскресило Иисус из мертвых, и вот оно здесь. Благослови, душа моя Господа. Видите, что он делает? Он благословляет. Он использует эти слова. Я благословляю тебя. Господь, я благословляю тебя. Я благословляю тебя. Это сильно отличается от «Будь проклят». Подумайте об этой разнице. Бог никого не проклинает. Поэтому соединять слово «Бог» с какими-то словами проклятия, это богохульство. Бог никого не проклинает. Он искупитель. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, все мое существо, все, что у меня есть, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Я хочу сосредоточиться на этих словах. Не забывай, не забывай. Вы можете целенаправленно помнить. Это не какие-то ловкие приемы для развития памяти. Есть много всяких приемов для развития памяти, и в этом нет ничего плохого, но мы говорим здесь о чем-то реальном. Давайте теперь откроем 16-ю главу Евангелия от Луки. Здесь есть огромное откровение. Посмотрите это. Помните? Посмотрите, дело в следующем. Помните Лазаря? Некоторого нищего именем Лазарь и некоторого богача, и в 22-м стихе мы читаем, «Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И его похоронили. Вы это понимаете? Знаете, куда отправилось его тело? В яму в земле. И его мозг остался в том теле. В земле. И похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, «Отче Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаре, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни!» Вспомни. Вспомни. Его память не была повреждена, хотя его мозг лежал где-то в могиле в земле. Итак, вы – дух. У вас есть душа, состоящая из вашего ума, вашей воли и ваших эмоций. Ваш духовный человек родился свыше, и внутри вас находится сама жизнь Божья. Вас прямо сейчас есть эта сила благословения. Ваша память находится в вашем уме, который использует ваш мозг. И доктор Лив расскажет, как оно всё работает. Но это истина об этом. И наука, являющаяся истинной наукой, наконец получила откровение о том, что так оно и есть. И благодаря её откровению, полученному из Слова Божьего, до того, как она стала той живой силой в научном сообществе, которой она сейчас является, прежде чем она начала свои исследования, она получила откровение Слова Божьего. Это важно. Она получила откровение Слова Божьего. Поэтому память настолько важна. И так многие люди страдают от потери памяти. И возраст не имеет к этому никакого отношения. Как вы её возвращаете? И вот мой вопрос. Мы знаем, что она там, потому что она осталась в душе этого человека и его уме, являющегося частью его духовного существа. И она там. Он по-прежнему помнил это. Ему не обязательно было иметь свой мозг, чтобы помнить это. Он использовал свой мозг, когда был здесь, на Земле. Это то, что я видел многие годы, но я не знал достаточно об этом с научной точки зрения, чтобы соединить всё это вместе. Но я мог понимать, что вся память находится там. Она находится в уме. Ум является частью духа. И она вся там. И она жива и здорова. Но их мозг, их распределительный инструмент повреждён. Вы не можете достать это оттуда. Поэтому я хочу знать, как это исправить. Так, чтобы у меня могла быть эта память, которая мне нужна, чтобы использовать её в своём служении и в жизни здесь, на этой Земле. Да. Допустим, мозг был повреждён, и нужно это исправить. Теперь ваша очередь. Что ж, это просто блестяще. То, что вы сказали, абсолютно верно с научной точки зрения. Наука лишь подтверждает Слово Божье. Она лишь нагоняет Слово Божье. И Бог использует её в качестве чего-то осязаемого. Поэтому, по сути, да, всё находится в душевной сфере. И наша память находится в уме. И мозг, независимо от того, функционирует он или нет, ваша память, которую вы формируете в процессе жизни, с самого зачатия и ещё до нашего зачатия Бог уже запланировал нас. Тот богач помнил своих братьев. Он помнил. Всё, оно всё там. Он даже знал Авраама и знал, кем он был. Хотя никогда его не видел. Не видел. Вот оно. Это означает... О, это важно. Это крайне важно, что означает, что всё находится в душевной сфере. Итак, Бог помещает туда всё своё. Плюс мы добавляем туда всё своё. И оно там находится. Но теперь есть это последствие того, что нам, как людям, живя в этом физическом мире, здесь и сейчас, когда нам приходится использовать наш ум. Это отражается на нашем теле и мозге. Это последствия. Есть это последствия. Скажите это ещё раз. То есть, если мы неправильно используем наш ум, наш мозг и наше тело будут страдать, потому что... И рождённое свыше чада Божье имеет ум Христов. То есть, мы можем это исправить. Вот для чего у нас есть обновление ума. Слава Богу! Понимаете, в этом вся суть. Мы можем это изменить. И в 80-е годы я проводила исследования, связанные с людьми с травматическими повреждениями мозга. И люди, которые были в коме и ни на что уже не реагировали, и врачи сказали, что никакой надежды больше нет, но их родители были христианами. Я вспоминаю кучу примеров, и особенно один. Родители той девочки были христианами. Они провозглашали Слово Божье. Они не сдавались. Короче говоря, я начала работать с ней в самом-самом начале своих исследований. И как будто получила это откровение. Я понимала, что если вы можете изменить свой мозг, но меня как учёного учили, что как только клетки мозга отмирают, они мертвы. Вы ничего не можете с этим поделать. Меня учили, что мы лишь можем учить пациента как-то компенсировать это. То есть, ну, они никогда не будут прежними. Поэтому просто учите их. Делайте всё, что в ваших силах. Но это не то, что говорит Библия. Да, не то. Библия говорит, что вы можете обновлять ум. Он созидающий Бог, исходя из всего того, что говорит Библия. Поэтому, подходя таким образом, я подумала, не может, чтобы оно так было. Наука хороша, но очевидно, что-то было не так истолковано. И это задало направление для моих исследований. Очевидно, что доминирующим является Дух, но наш ум позволяет Духу доминировать. Наш ум выбирает подчиниться, когда вы поклоняетесь Богу. Поэтому через свою умственную сферу мы влияем на духовную. Когда вы говорите о человеке с обновленным умом, мы Дух, Душа и Тело. Мы не ум, Тело и Дух, или Тело, Ум и Дух. Да, Дух, Душа и Тело. Целый Дух. Целый ум. Целое Тело. И мы сотворены так, чтобы Дух Святой вел наш Дух. Наш Дух вел нашу Душу, а Душа вела Тело. И когда мы не рождены свыше, мы не подключены к духовной сфере. Поэтому, когда мы рождены свыше, тогда наш Дух возрожден, и мы подключены к Духу Святому. В противном случае у нас функционируют только две из трех составляющих. И без Духа Душа не может функционировать должным образом. А без Духа Святого Дух не может функционировать должным образом. Вот почему мы должны сделать этот выбор. Но сила в выборе Христа и подключение к Духу Святому настолько феноменальна, поскольку это наше нормальное состояние. И именно поэтому люди настолько меняются, когда рождаются свыше. И это отдельный интересный разговор. Но что касается всей этой памяти в нашем уме, наша Душа доминирует. И в научном мире мнение разделилось. Одна группа ученых говорит, ум доминирует над телом, ум изменяет мозг, который изменяет тело. А другая группа говорит, что мозг порождает ум. Тогда как тот человек, который умер, мозг которого похоронен в могиле, как его мозг мог продлить это действие? Никак. Он лежал в земле. Другими словами, действительно выше Душа, как вы говорили. И как мы можем изменить то, что было повреждено? Если это повреждение было произведено нашим умом, тогда наш ум может удалить это повреждение. Это любовь, сила и здравый ум, который у нас есть. И в науке мы видим все больше и больше доказательств, когда мы начинаем переключаться или думать в этом направлении, что вы можете проложить новые пути в своем мозге. Мои пациенты, у которых были дыры в мозге, которые даже не могли... Одна моя пациентка, которая не могла осилить программу четвертого класса, а она была уже в одиннадцатом классе, когда с ней все это случилось. За восемь месяцев эта девочка с четвертого класса дошла до двенадцатого, закончила школу и поступила в университет. Когда я снова показала ее врачам, и я проверяла ее и перепроверяла, и я сделала всевозможные тесты, потому что я также использовала ее в своих исследованиях. Они сказали мне, что мне повезло. Я сказала, «Дело не в везении. Эта девочка была готова на все. Ее родители были готовы на все. Они провозглашали Слово Божье». Когда вы готовы на все, вас это не устраивает, когда ваш ум доходит до состояния «Я готов на все, чтобы изменить это». Это запускает связь с Богом, Которая что-то производит. Это учит вас начинать правильно слушать. Это учит вас устремляться в правильном направлении. Это учит вас брать те слова, которые провозглашались над вами, и применять их, как та женщина, страдавшая кровотечением. Она была настолько готова на все, что была не против пробраться в тот день сквозь толпу. Она знала, что ее могли побить камнями, но она была готова на все. Когда мы готовы на все, это запускает изменения. Это поднимает нас в смелость, и затем мы начинаем выбирать то, что является правильным. И когда мы выбираем то, что является правильным, сигнал ума становится очень мощным. Когда вы позволяете своему уму прислушиваться к интуиции вашего духа, это еще сильнее. Когда вы позволяете своей интуиции соединяться с Богом, и вы фактически прислушиваетесь к Духу Святому, вы наполнены силой. Через вас течет всемогущая сила Божья. И такая мощь не может не регенерировать клетки в вашем мозге. И это то, что произошло с той девушкой. Ее мозг изменился физически в результате того, как направляет его ее ум. У нее по-прежнему была определенная физическая травма. Одна ее нога по-прежнему не функционировала должным образом. Ее голос звучал несколько смешно, но ее ум изменился. И я видела это на протяжении многих лет. Детей, которые имели разного рода инвалидности, людей с разного рода повреждением мозга. Я постоянно видела их. Ни одного, ни двух, а тысячи в тех клиниках в Южной Африке, в которых я была по своей работе. Мы сейчас получаем свидетельства от людей, которых я даже не знаю, которые применяют лечение, разработанное мною методики, которое дал мне Бог, изложенное в моих книгах и передачах. Они применяют эти вещи, усиленно ищут Бога. И оно все основано на Слове Божьем. Это наука и Слово Божье, соединенные вместе. Вы не можете их разделить. Для меня это что-то само собой разумеющееся. Наука и Слово Божье соединены друг с другом. И они, применяя эти дисциплинированные принципы, изменяли мозг. И что это за принципы? И дисциплина, и точность очень-очень важны. Регулярность очень важна. На прошлой передаче я начала объяснять, как нам нужно уделять этому 7 минут в день, 21 день, 42 дня, 63 дня. Я говорила, какой временной период это занимает. И на картинке я показала, как в мозге на различных стадиях все меняется в определенный период времени. Это важно для любого изменения ума. Поэтому, когда мы обновляем наш ум, мы должны с помощью своего ума формировать новые мысли. И мы собираемся формировать позитивные мысли. Мы собираемся брать Слово Божье, выбирать места Писания и провозглашать их. Допустим, мы, к примеру, просто читаем что-то в какой-то книге. Но очевидно, что Библия обладает большей силой. Но среди моих пациентов были медики или юристы, или пилоты, кем бы они ни были. И они также изучали какую-то свою информацию. То есть, другими словами слова. Поэтому, когда мы направляем на что-то свое внимание, куда направляется наш ум, за ним следует и наш мозг. Поэтому, если я направляю на что-то свое внимание, тогда все нейроны в моем мозге выстраиваются и ждут, когда я начну формировать сети. И когда я читаю что-то вслух, и я слышу себя, поскольку я читаю вслух, я буду слышать это. Это ваш мозг, а это ваши пять чувств. И эта информация поступает в ваш мозг. Итак, я читаю, и я получаю этот сигнал. Я слышу, и я получаю этот сигнал. Я чувствую, потому что мои руки лежат на этой книге. Я получаю этот сигнал. Чем больше сигналов... Это притчи 4.20, 21, 22, 23. Обращай внимание на мои речи. И еда не отходит, а не от глаз твоих. Да. Продолжайте слушать это. Храните это внутри своего сердца. То есть, вкладывайте это в свой ум. Это физический контакт пяти чувств. Это входит в ваши глаза, в ваши уши, выходит из ваших уст, снова входит в ваши уши, ваши глаза... И это встраивается в ваш ум. Как вы знаете, часто слова сердца и ум используются как взаимозаменяемые. Поэтому, когда мы говорим об уме, мы говорим о сердце. Либо об уме. В Писании часто слова «сердце» и «ум» используются как взаимозаменяемые. И когда мы вкладываем и храним это внутри своего... «Ум является той частью души», которая является частью Духа. Верно, это связь с Духом, верно. Поэтому это откровение сердца. И когда мы вкладываем это в наш Дух, мы вкладываем это в сердце человека, которое является Духом человека. И мы используем наш ум, чтобы вкладывать это в наш Дух и доводить это до автоматизма. И у нас осталось очень мало времени на этой передаче. Но по сути, когда мы намеренно направляем на что-то свое внимание, В науке это называется квантовым эффектом Зенона. Квантовый эффект Зенона. Проще говоря, это притчи 4.20.22. Когда вы направляете на что-то свое внимание, вы начинаете стимулировать пластичность в мозге. Вы начинаете давать чему-то рост. Вы начинаете запоминать. Запоминать – значит читать это, останавливаться, спрашивать, отвечать, обсуждать, спрашивать, отвечать, обсуждать, взаимодействовать. Что это означает? Как я могу? Фактически, как мы обсуждали местописание, когда вы направляете свое внимание в том направлении, когда вы стараетесь и понимаете что-то, когда вы это делаете, ваши нейроны просто, так сказать, включаются в вашем мозге. Из вашего мозга. Это что-то наподобие удобрения. Знаете, когда вы удобряете свой сад, когда вы это делаете, в вашем мозге происходит это потрясающее здоровое изменение. Эй, мы будем выращивать нейроны. В буквальном смысле именно это и происходит. И вы увеличиваете рост нейронов. Исследования показывают, что когда вы поклоняетесь Богу, это оказывает нейропротективное действие. Нейро означает мозг, протективное означает защиту. То есть, когда вы поклоняетесь Богу, вы фактически выращиваете в своем мозге дополнительные нейронные сети, и вы активируете. Вот это, похоже на садовый шланг, часть называется гиппокампом. Там фактически находится вся сеть, которая помогает нам бороться с негативным стрессом. Поэтому Бог создал в нашем мозге различные поддерживающие системы, чтобы помогать нам. Когда мы поклоняемся Богу, и когда мы читаем, спрашиваем, отвечаем, обсуждаем, когда мы формируем и увеличиваем объем памяти посредством Слова Божьего, мы в определенном смысле поклоняемся Богу. Когда мы делаем все правильно, когда мы разговариваем с Богом на протяжении всего дня, ведем с Ним этот внутренний диалог в течение всего дня, мы фактически находимся в состоянии поклонения. Когда вы находитесь в состоянии поклонения, вы формируете дополнительные сети в своем мозге, чтобы помочь защитить нашу память, чтобы помочь защитить вас от разного рода вещей. Наше время подошло к концу. Это вкратце. Да, аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Сегодня пятница, и это очередная передача «Победоносный голос верующего». Я Каннет Копланд. Мы отлично проведем сегодня время. Аминь. Слава Богу! Вы действительно будете рады, что присоединились к нам сегодня. Я могу обещать вам это. Отец, спасибо тебе за твое слово. Мы наконец-то нагоняем. Да, Господь. Мы понимаем. Слава Богу! И мы благодарим тебя за твою славу. Благодарим тебя за твое терпение к нам. И за твою любовь к нам. И мы принимаем это, и мы ходим в этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И, конечно же, с нами сегодня снова доктор Кэролайн Лив. Какие это были две недели. Было так здорово. Я получил от этого такое удовольствие. И вы у нас сейчас не последний раз, доктор. Хорошо. Я так рада. Будем продолжать. Аминь. Давайте вернемся к нашему базовому местописанию в первой главе 2 Тимофея 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни». Итак, послушайте это. Если это пришло не от Бога, что вы с этим делаете? Вам не нужно иметь ничего общего с чем-то. Что пришло не от Бога? Аминь. Но Он дал нам дух силы, дух любви и дух здравого ума. Давайте вернемся к Евангелию от Луки. Мы читали это вчера. Здесь есть божественная картина, которая позволяет... Слово Божье – это единственное место, где вы найдете правильное разделение духа, души и тела. Вы – дух. Не у вас есть дух, а вы и есть дух. У вас есть душа. Душа состоит из вашего ума, вашей воли и ваших эмоций. Но она живет внутри духа. И вы, и ваша душа живете внутри физического тела. И духовный человек родился свыше. И в тот момент, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, ваш духовный человек был полностью сотворен заново. Вы не просто прощены. Вы – новое творение. Новое творение во Христе Иисусе. Однако, душа должна быть обновлена. Давайте посмотрим здесь на кое-что в 16 главе Евангелия от Луки. Я хочу прочитать здесь. Давайте вернемся к этому. Вы помните это? «Лазарь и богач оба умерли. Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, а богач отправился в ад». И затем 23 стих. «И в аде, будучи в муках, он, богач, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, «Очи Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазари, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни». Итак, это то, что я хотел, чтобы вы поняли. В 22 стихе, извините, мы видим, что его тело было похоронено. То есть, его мозг лежит там в могиле, в земле. Его память находится в его душе, и он сам в аду. Он сказал, «Чадо». Авраам ему сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой, а ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Итак, память богача не была повреждена. Нисколько. Она не была в его мозге. Его мозга больше не было. Но на земле память находится в уме, который является частью души. и душа использует свой центр по сбору информации. Через пять физических чувств поступает огромное количество информации. Она поступает, и ум использует это. Ум имеет силу изменять это. Вы можете передумать. Вы можете изменить свой ум. Да. Изменить его. Аминь. Что означает, что вы изменяете свой мозг. Вы просто приняли решение думать о чем-то другом. Вы передумали. Изменили свой ум. Но здесь есть что-то большее. Вы можете делать это целенаправленно. Вы можете изменять или обновлять свой ум и думать совершенно по-другому. Вместо того, чтобы думать в соответствии с этой вавилонской системой, в которой человек пытается восполнять свои нужды без Бога. Вы можете отойти от этого и Словом Божьим обновить свой ум. И вы можете начать действовать как Иисус. Вы имеете ум, Христов. И вы должны. Вы должны быть. Билл Уинстон назвал Иисуса сыном-образцом. Он является примером того. Он, Сын Человечества. Да. Он является примером того, каким должен быть человек. И в нас это есть. Это потрясающе. Мы можем быть преобразованы в это. Разве это не удивительно? Но мы сейчас здесь находимся в процессе преобразования этого и реконструкции нашей памяти. Да. Итак, человек приходит к вам и говорит, «У меня некоторая потеря памяти». Что? Что? Что это? Что меня так сильно поразило, это то, что у вас нет никакой потери памяти. Просто у вас нарушена работа части вашего мозга. Память вся там. Она в уме. Она в уме. Она не в мозге. Да. Она в уме. Но уму нужно использовать мозг, чтобы вспоминать, воскрешать в памяти. Господь помог мне осознать смысл этого слова. Ты вспоминаешь это? Нет, не вспоминаю. В этом есть что-то большее. Вы воскрешаете что-то в памяти. Оно там. Вы воскрешаете это. Вы вспоминаете это. Вы активируете что-то, что находится в вашем уме. Но что, если часть вашего мозга повреждена вследствие недостатка кислорода или еще чего-то? Что мы в этом случае делаем? Что ж, мы должны обратиться к уму. Я хотела бы остановиться немного на уме. Итак, у ума есть сознательная и бессознательная составляющая. И это очень важно. Минуту назад вы сказали кое-что о том, как нам нужно целенаправленно изменять наш ум. Мы должны изменять наш ум. Итак, первые два принципа — это что-то целенаправленное. Это решение, которое мы принимаем, чтобы обновлять наш ум. У нашего ума есть сознательный и бессознательный уровень. Мозг. Это то, что люди называют подсознанием? Да. Но подсознание — это фактически другой уровень, где вы входите в сознание. Поэтому это разделение, по сути, правильно объяснено. Сознательный ум, который является лишь очень малой частью нас, работает лишь тогда, когда мы бодрствуем. И у вас есть ваш бессознательный ум, который работает 24 часа в сутки, и это огромная часть вас. Он занимает 95-99%. Он всегда работает. Он работает 24 часа в сутки. Он работает с квантовой скоростью. А сознательный ум очень ограничен тем, что есть здесь и сейчас, в настоящем, прошлом и будущем. Бессознательный ум не ограничен настоящим прошлым и будущим. Для него нет настоящего прошлого и будущего. Он работает по квантовым законам. И так, сознательный ум ограничен тем, что мы можем переживать физически. И это интересно, потому что именно посредством сознательного ума мы и производим наши изменения. Поэтому мы должны преднамеренно сознательно вспоминать эту информацию, которую открывает Дух Святой, потому что Дух Святой будет вести и наставлять нас на всякую истину, доставлять эту информацию в наш сознательный ум. И когда мы знаем что-то, мы должны сознательно работать над этим. То есть с научной точки зрения это означает, что когда что-то спрятано в бессознательном уме, оно управляет сознательным умом. Но это нельзя изменить до тех пор, пока оно не переместится в сознательный ум. Это означает, что мой сознательный ум — это то, где я получаю всё через свои пять чувств, как вы сказали. То есть информация обо всём происходящем в жизни, о жизненных обстоятельствах поступает в сознательный ум. Я обрабатываю её. Но то, как я обрабатываю и воспринимаю входящую информацию, основывается на том, что я насадила в своём бессознательном уме, о чём вы также упоминали на одной из передач. И по мере того, как она поступает, то, что находится в бессознательном, перемещается в сознательное, чтобы помочь понять и осмыслить её. И то, что поднимается из бессознательного в сознательное, и за один раз сознательное перемещается лишь от четырёх до семи вещей, потому что сознательный ум очень ограничен. Бессознательный ум огромный, он большой, он бесконечный. Сознательный ум очень ограничен. Когда это перемещается в сознательный ум, именно тогда мы фактически можем сознательно, осознанно сказать, «Эй, возьмите эту мысль, плените эту мысль, и теперь давайте начнём обновлять наш ум, так, чтобы мы могли изменить его». Это сознательный, осознанный, определённый процесс. И по мере того, как изменяется наш ум, происходят изменения и в мозге. И вот в чём суть, почему люди забывают. Исходя из того, что я только что объяснила. Итак, у нас есть этот бессознательный ум, где всё происходит. Находящийся в нём не может измениться. Вся наша память хранится там. Но когда что-то из него перемещается в сознательный ум, мы можем переосмыслить, реконцептуализировать. Мы можем изменить эту память. Вспомнить. Реконцептуализировать. Да. Или когда мы вспоминаем это, оно активируется. И мы вспоминаем это, мы изменяем это в соответствии со Словом Божьим. Это обновление вашего ума. Затем мы возвращаем это назад уже правильно сформированным. Поэтому, когда оно всплывает неправильно сформированным, мы реконцептуализируем это и возвращаем назад правильно сформированным. Потому что бессознательное управляет сознательным. То, как вы воспринимаете этот мир, основывается на том, что вы запомнили, сохранили в своём бессознательном уме. Поэтому, когда люди постоянно принимают токсичные решения, постоянно функционируют в негативном, постоянно функционируют в этой неправильной зоне, в зоне страха, а не в зоне любви, слушают дьявола и так далее, тогда они порождают в своём мозге нейрохимический хаос, электрохимический хаос, магнитный квантовый хаос, потому что мы созданы для любви. Поэтому, каждый раз, когда у меня возникает токсичная мысль, я нарушаю этот процесс. И так вот поступает какая-то информация. Поступает токсичная информация. Активируется что-то токсичное. Находясь в суперпозиции, я делаю дополнительный токсичный выбор. Вместо того, чтобы слушать Бога, я усиливаю этот хаос. Уровень этого хаоса увеличивается. К счастью, в этом хаосе задействуется лишь 5% нашего генома. Человеческого генома. Поэтому вред, который мы можем причинить, ограничен. Мы можем нанести ущерб не более 5% генома. 95% не затрагиваются. В незатронутых 95% человеческого генома есть гены, которые являются структурой, которую Бог дал нам физически, чтобы помогать нам с помощью нашего ума изменять наш мозг. И наш ум в буквальном смысле даёт команду этим генным инженерам идти и изменять экспрессию генов. Вы изменяете свою ДНК. Но это всё посредством вашего ума. То есть сигнал, поступающий от вашего ума, запускает процесс изменения. И есть разные причины, приводящие к потере памяти. В 75-98% случаев потеря памяти обусловлена хаотичным, повреждённым, беспорядочным умом, плохими выборами. Плохой выбор повреждает весь мозг. Следующей причиной является травма. Травма, например, в результате автокатастрофы или, возможно, в результате какого-то сексуального насилия. Внешнего воздействия. Да, совершенно верно. Итак, грех — это что-то намеренное. Вы намеренно погружаетесь в токсичность, тогда как травма — это что-то ненамеренное. Но, к сожалению, и одно, и второе причиняет одинаковый вред вашему мозгу, порождая хаос. Вот почему нам так важно исповедовать эти вещи, прощать и делать всё остальное, и удалять из нашего мозга всю эту токсичность, поскольку иначе это начнёт влиять на нашу память. Также очень важно разбираться с травмой, поскольку травма также приводит к потере памяти, потому что в мозге царит хаос. Вот почему есть особая благодать в случае травмы. Действительно, есть особая благодать в случае травмы из-за ненамеренной природы травмы. Но потеря памяти, по сути, происходит в результате одной из этих двух причин. Третья причина потери памяти — это химические вещества и диета. В наши дни в своих домах мы подвергаемся воздействию порядка 8 тысяч химических веществ, тогда как 5-10 лет назад эта цифра была намного-намного меньше. Итак, увеличение количества химических веществ, которые мы вдыхаем, даже когда вы просто наносите токсичные кремы на свои руки, через 17 секунд это попадает в ваш кровоток. Эти химические вещества негативно влияют на ваш ум. Они негативно влияют на ваши гормоны. Их можно разделить на три группы. Химические вещества из еды и токсины, из духов и кремов для тела, из загрязнения окружающей среды. Затем у нас есть случай травмы, полученной в результате автокатастрофы или ещё чего-то. И вот эти три вещи негативно влияют на физическую структуру нашего ума, приводя к потере памяти. К счастью, с помощью нашего ума мы можем изменить нашу диету. Мы можем много чего изменить. У нас есть столько силы. Возможно, мы многие годы принимали какие-то лекарства. Но просто обновляя наш ум и исправляя его, мы можем физически изменить структуру мозга. В течение 63 дней, и иногда требуется пара таких 63-дневных циклов, о которых я говорила, по-моему, в среду. И я объясняла, что мозг работает в этих трёхнедельных циклах для исцеления. Один цикл состоит из трёх недель. 21 день. То есть вы ссылаетесь именно на это, когда говорите, что вы проводите детоксикацию мозга. Да, вы проводите детоксикацию мозга. Который изменяет его структуру по подобию... Да, по образу Христа, что является нашим нормальным состоянием. Его жизни, его мозга. Да. И это то, что мы делаем. И это невозможно сделать просто своими силами. Индустрия решения своих проблем своими силами зарабатывает миллионы, но они не соединены с лозой. Поэтому индустрия решения своих проблем своими силами — это пустая трата времени. Но они инстинктивно копируют всё с Иисуса, потому что они осознают, «Эй, вы должны прощать, вы должны любить, вы должны верить в себя». Все принципы индустрии решения своих проблем своими силами украдены из Библии, но они не признают Спасителя. Однако эти принципы не работают, поскольку духовная часть, как мы знаем, не развита. Поэтому индустрия решения своих проблем своими силами не соединена с лозой. Она признаёт, что человеку нужно исправлять что-то в его жизни. Но они исключают Бога из этого уровня, поэтому у нас есть ответ. В них есть жизнь. И поэтому, когда мы как христиане живём в поражении, кто, посмотрев на нас, скажет, «Я хочу то, что есть у вас». Этот мир не будет смотреть на нас, если мы живём в поражении. У нас нет оправданий. У нас есть Слово Божье. У нас есть Дух Святой. Мы понимаем силу крови Иисуса. И живём в поражении. Не мы, конечно. Не те люди, которые слушают и учатся у вас. Но я говорю в общем, люди становятся просто ни на что не способными, под давлением повседневных вещей. Но с нами не должно такого происходить, потому что, да, мы все через что-то проходим. И люди хотят видеть, как вы реагируете, потому что мы не можем управлять событиями и обстоятельствами. Но мы можем управлять нашей реакцией. И наша реакция будет определять здоровье нашего ума, здоровье нашего мозга, здоровье нашего тела, здоровье нашего духовного развития. Знаете, я могу понять, почему послание о Божьей благодати и любви является таким громадным. Да. Закон постоянно указывает вам на ваш грех и провал. И это просто продолжает портить весь ваш мозг. Вы чувствуете себя осужденными, как вы уже раньше упоминали, Дух Святой. Давайте прочитаем это в 8 главе послания к римлянам. Потому что там это излагается в точных словах. Послание к римлянам. Итак, нет, ныне, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот оно прямо здесь. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Греха и смерти. Вот оно. Да. Это так просто. Признать это, перестать это делать, победить это. Это так здорово. Скажите это еще раз. Признать это, перестать это делать, победить это. И это процесс. И вот здесь подключается время. Итак, мы берем Слово Божье. Если вы собираетесь взять Слово Божье и применить его в своей жизни, вам придется признать, что вы согрешили. Вам придется поработать над тем, чтобы перестать это делать, а именно разрушить эту токсичность. Это занимает 21 день. И вам придется сформировать ей замену, на что потребуется этот 63-дневный цикл. 3 по 21. Это работа, это дисциплина, это забег на ресталище, о котором говорил Павел. И мы все думаем, о, ну я могу просто прийти в церковь, и на меня там возложат руки, и все. Да, хорошо, вы приходите в церковь, на вас возлагают руки, но в это вовлечена и ваша работа. Люди выходят из церкви и уже на покровке теряют свое исцеление. Вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Мы должны принять решение, мы должны изменить. То есть вы уступаете Слову Божьему. Вы уступаете Слову Божьему, прислушиваетесь к Нему, принимаете Слово Божье. Когда вы завтра утром проснетесь, все мы, у нас будет 300 миллионов новых клеток. Эти новые клетки находятся там, в нашем мозге, чтобы участвовать в формировании мыслей наступившего дня. Это здоровые, красивые новые клетки, которые Бог дает нам каждое утро. Каждый день. Его милость обновляется каждое утро. Вы знаете это местописание. И они нам для того, чтобы в течение дня помогать нам с нашим мышлением. И мы можем использовать их либо для хорошего, либо для плохого. Мы находимся в суперпозиции. Но если мы выбираем Бога, Он дал нам все эти дополнительные клетки, чтобы помочь нам сформировать и построить в нашем мозге все эти сети в соответствии с тем, что является для нас естественным. А именно с Его образом. Бытие 1.26. И в Бытие 11.6 говорится, что бы они ни задумывались делать, это не будет для них невозможным. Поэтому, когда наш ум действует заодно со Христом, и мы задумываем, представляем, что будущее, которое у Него для нас есть, как говорит Библия, оно наполнено надеждой, преуспеванием и всем остальным, это уже совершено. Мы должны сотрудничать с Богом. Это уже совершено. Это завершенная работа. Наш ум просто должен равняться на это и держаться этого. И не сильно увязнуть в этом здесь и сейчас. Потому что здесь и сейчас это лишь маленькая часть нашей реальности. Наш сознательный ум заставляет нас думать, что это все, что вообще есть. Но это не так. Это лишь малая часть нас. Это всего лишь от 1 до 5%. 95% — это духовный уровень. Это вот этот бессознательный ум. Вот это настоящая реальность. И именно поэтому я верю, что когда мы размышляем над Словом Божьим, мы получаем более глубокое откровение о том, что значит жить в мире Духа, что вы и делаете. Вы учите нас делать это постоянно. И вы видели, как это работает в вашей жизни. Но если мы используем этот мир в качестве этих 95%, чего мы, по сути, и не можем сделать, но если у нас все вращается вокруг этого мира, тогда мы не можем видеть этих духовных истин. Мы не строим мост между духовной истиной и реальностью жизни. Мы должны уменьшить это и больше погрузиться в Господа. Писание говорит «Укрепляйтесь Господом». Да. И могуществом силы Его. И могуществом силы Его. И знаете что? Это та же самая сила, что и в 10 главе 2 Коринфянам, где говорится «Неспровергаем замыслы». Неспровергаем. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. О чем здесь говорится? Вернитесь немного назад. Перед этим Павел сказал «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом». Вот опять это слово «сильная» или «мощь». И в буквальном смысле оно означает «способность делать и совершать что угодно, возможное и невозможное». Вот оно. Мы должны решить, кого мы будем слушать. С Богом все возможно. Все возможно тому, кто верит. Верит. Аминь. Аминь. Поэтому, если все возможно с Богом, тогда с кем вы? Вы думаете как то? Вы говорите как то? Вы поступаете как то? Иисус сказал, «Если вы откроете свои уши» Он сказал это в 13 главе Матфея. Помните, Он сказал, «Если вы услышите слово Царства Божьего, увидите слово Царства Божьего, поверите Слову Царства Божьего в своем сердце, позволите Слову Царства Божьего обратить или изменить, изменить то, как вы думаете, изменить то, как вы говорите, изменить то, как вы поступаете. Он говорит, что я исцелюсь. Оно там. Оно там. Признать это, перестать это делать, победить это. Боже мой, казалось, прошло всего пять минут, не так ли? Нет, это казалось... Не уходите, мы вернемся через минуту. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего днем пожертвования». Это особенно важно. И буквально через секунду я скажу вам почему. На этих передачах мы говорили о чем-то очень особенном. Послушайте. Наставляемый словом, делись, или отвечай, всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог, поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Мы говорили об этом. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь, или зоа. На греческом это означает «сама жизнь Божья». Саму жизнь Божью. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мои слова – это дух, и они жизнь. Итак, одно мы знаем точно. Иисус сказал, «Когда сеятель сеет слово, сатана сразу же приходит, чтобы украсть его». И он сказал, «Это те, кто не имеет в себе корня». Когда вы получаете что-то, и вы делитесь, вы отвечаете на это, вы в ответ сеете в это, верой, это слово начинает пускать корни, и вы уже слышали, что происходит. Что-то начинает изменяться в вашем мозге, и у вас есть сопротивляемость к той мысли, которую приносит сатана. Все изменяется. Почему? Потому что ваш ум обновляется, и ум использует мозг надлежащим образом, потому что, слава Богу, раньше мы не слышали научную сторону этого. Поэтому сейчас вам нужно сеять в это, чтобы оно становилось последовательной, постоянной частью вашей жизни. И я ободряю вас найти для себя книги доктора Каролайн Лив. Изучайте их. Найдите ее передачи. Это будет для вас благословением. И верьте Богу, что все меняется. Отец, мы молимся за всех наших телезрителей. Спасибо. Открывай нам, Отец, что мы должны сегодня сделать в отношении того, чтобы посеять пожертвования в это служение, в ответ на твое слово, которое прозвучало. Мы молимся об этом. Мы с Глорией, как служители Евангелия в этом служении, мы принимаем верой эти пожертвования, и мы высвобождаем помазание умножения во имя Иисуса. Да, Господь. Аллилуйя. Аминь. Итак, верьте Богу. И чтобы Бог не говорил вам, делайте это. Именно так оно и работает. Аминь. Партнеры, мы любим вас. И мы с Глорией молимся за вас каждый день. Вы знаете, какие еще передачи вы будете смотреть, не так ли? Вы будете. Да, аминь. Каролайн, это было потрясающе. И вы просто благословили весь мир. Спасибо. Мы очень любим вас. Аминь. Спасибо. Если вы хотите узнать дополнительную информацию о нашем служении, больше узнать о Господе Иисусе Христе, о Слове Божьем, воспользуйтесь информацией, которая на вашем экране. До следующей встречи. А пока мы Кеннет, Глория и доктор Каролайн Лив. Снова напоминаем вам, что Иисус Господь. Иисус Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...